Приветствую вас! Проблематика в данном случае у человека заключается в том, что в какой-то момент автор вопроса начал задаваться, как бы, так сказать, мыслями про смысл жизни. И, соответственно, сейчас находится состояние, когда всё для него, этот самый смысл, терять. То есть, ничего, как бы, его не интересует, да, просто плывёт по течению, вот, всё обесценивает и, в общем-то, боится потерять время. Что здесь мы имеем? Ну, во-первых, мы имеем здесь два аспекта. С одной стороны, мы имеем депрессивное состояние, то есть, я бы здесь настоятельно рекомендовал бы обратиться к врачу, дабы вот убедиться в том, что у вас нет депрессии. Вот, и, соответственно, если депрессия есть, то её необходимо скорректировать, ну, препаратами хотя бы на первое время, да. То есть, это ни в коем случае не является лечением, вот, это не является лечением и не может быть лечением. Вот, и это больше не про поддержку. Это, ну, это первое, вот, на что нужно обратить внимание. И, соответственно, если вы себе что-то подавляете, да, вот, то нужно понять и увидеть, что вы в себе подавляете в первую очередь. То есть, необходимо для себя это определить и скорректировать. Если имеет место быть подавление, то очень важно увидеть, что конкретно вы в себе подавляете и как, да. Это первое, или, может быть, уже второе, на что нужно обратить внимание. Дальше, смысл жизни и вопрос, смысл жизни, как правило, встаёт тогда, когда человек, ну, с одной стороны, слишком идеализирует что-то, а с другой стороны, игнорирует свои ощущения непосредственно в процессе. То есть, я здесь увидел историю про то, что вы, оподвигая на будущее, так скажем, ну, какое-то своё счастье, какую-то свою реализацию, вот. А в реальном времени, пренебрегая собой, то есть, уходя, например, чересчур, вы мечты, как вариант. Вы перестаёте жить в настоящем моменте, пренебрегая этим и обесценивая это. И, в итоге, получается, что вы в реальном времени привыкли к тебе не прислушиваться. Привело это вот к таким вот достаточно печальным последствиям. Можно ли это скорректировать? Да, можно. Но нужно разобраться, что именно вы в себе управляете. Вот, вы говорите, например, о том, что мечтаете, мечтали быть юристом. А ваши ли это мечта, например? А вы так сильно хотели быть юристом, чтобы что? Понимаете? Вот. Поэтому здесь совершенно очевидно есть некоторые конфликты ваши внутренние, ну, вот, ваши внутренние, которые нужно поисследовать, вот. Которые важно разобрать, рассмотреть, вот. Вам самому их увидеть. Необходимо. Конечно. И, тогда, вам будет несколько проще, чем сейчас. Вот. Как-то так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Всё это позволит вам начать работу над собой. В качестве обратной связи сформулируйте то, что вы хотите от психолога. Для начала, да. То есть, в помощи всём. Удачи вам!